Как известно, в этом году Минская Динамо отмечает свое 90-летие, юбилейный сезон. И в этом году, как никогда, мы будем чтить наших ветеранов, тех, кто ковал нашу славу. И в рамках сегодняшней акции мы вручили памятные абонементы нашим легендарным личностям. Посмотрим. Всем привет! Выскочил на пару секунд. Разрешите от лица футбольного клуба «Динамо Минск» поздравить вас с юбилейным сезоном и вручить вам фирменную клубную карту, по которой вы сможете посещать все наши матчи в юбилейном сезоне. Спасибо. Как настроение перед новым сезоном, расскажите. Да нормально вроде. Совсем скоро первый домашний матч. Чего нам ждать, как вы скажете? Чего ждать? Ну, я думаю, что если первую игру выиграли со счетом 3-0, то и вторую нужно выигрывать. Вот, почин как бы сделали. Вот, как говорится, лихо беда начала. Поэтому будем ждать, что «Динамо» будет выигрывать и дальше. Скажите, вы как легендарный «Динамо», что для вас значит вот эта вот большая дата, 90 лет? Ну, для меня «Динамо» вообще, я как бы родился, вот. У меня отец играл за «Минское Динамо», потом я занимался в группе подготовки «Минское Динамо», стал первым обладателем «Крустального мяча» в своем возрасте. Вот, 13 лет отыграл за «Минское Динамо». Поэтому, ну, «Динамо» для меня – это как бы жизнь моя. Что вы могли бы пожелать нашим болельщикам в преддверии этого юбилейного сезона? Болельщикам, чтобы, ну, болеть, болеть и, ну, как бы, болеть только не тогда, когда команда выигрывает, а все время быть с командой. И меньше вот, ну, таких как-то нелицеприятных высказываний в адрес руководства клуба, тренерского штаба. Ну, все может в жизни случиться. Команда может выигрывать, команда может проигрывать. Но если ты настоящий болельщик, то ты должен быть всегда с командой. И в радости, и в горе, и в печали. Вот, поэтому пожелать им болеть так же, как они болеют, и все время поддерживать свою любимую команду. Ну, большое вам спасибо. Будем вас ждать на наших матчах. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Ну, а следующую клубную карту мы подарим не менее легендарной личности нашего клуба – Анатолию Николаевичу Байдачному. Ну, что, пройдем? Добрый день. Разрешите поздравить вас с юбилейным сезоном. Первый домашний матч нас ждет. Поэтому от лица футбольного клуба мы дарим вам именную клубную карту, по которой вы сможете посещать все наши матчи. А также ВИП-прокус на парковку нашего стадиона. Спасибо. Вы сможете подъезжать прямо к центральному входу. Какие ожидания, в принципе, от юбилейного сезона? Динамо 90 лет, большая дата. Ну, сейчас, честно говоря, БАТЭ стартануло не очень удачно, честно говоря. Не то, что там результат, счет какой-то, а игра не лидерская, будем говорить так. Поэтому, наверное, есть все шансы для того, чтобы в этом году побороться, возможно, за злопые медали. Что могли бы пожелать нашим болельщикам? Поддержать команду в любых условиях. Команду и тренера. Все, спасибо большое. До встречи на футболе. Всего доброго. До свидания. Ну и самые главные наши абонементы мы вручаем нашим самым заслуженным, самым легендарным динамовцам, наши любимые Иван Иванович Савостиков и Эдуард Васильевич Малафеев. От лица нашего футбольного клуба мы поздравляем вас с юбилейным сезоном. Вручаем вам юбилейные абонементы на сезон. Спасибо. Будем вас ждать. Спасибо большое. Ваша поддержка всегда нам помогает. Ваш эмоциональный заряд. Спасибо большое. Ну, я думаю, что мы должны сказать два слова. Обязательно. Дело в том, что мы прекрасно с Иваном Ивановичем, вот уже живем немало лет, и немолодые люди, мы понимаем, что мы, наша деятельность, это духовная деятельность, это поднимать настроение любителей футбола, играть для них. Вот, и мы хотим, это вот акт внимания к старшему поколению, это преемнство из поколения, это очень важный момент. Поэтому я не знаю от себя, наверное, от тебя, Иван Иванович, а ты, может быть, и сам скажешь, но я хочу сказать, что служим прекрасному клубу «Динамо Минск», служим прекрасной республике Беларусь, служим белорусскому народу и будем служить честно, как и до этого служили с Иваном Ивановичем.